МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная служба телеканала Радуга-3 в студии Надежды Щепайкина. Смотрите сегодня, 29 марта, в выпуске новостей. К каждой проблеме индивидуальный подход. Глава муниципалитета Алексей Веселов провел прием граждан. Молодые специалисты нефтяной отрасли, житель Сергеевского района Евгений Железников готовится принять участие в кустовой научно-технической конференции нефтяной компании «Роснефть». Грант на стрельбу. Сергеевский ДСААВ стал победителем в конкурсе социально-ориентированных некоммерческих организаций. Продукты неизвестного происхождения вне закона. Специалисты управления Россельхознадзора области ликвидировали полторы тонны нелегальной говядины. Итак, сегодня традиционный прием граждан по личным вопросам провела глава муниципального района Сергеевский Алексей Веселов. С участием профильных специалистов было рассмотрено три вопроса. Ни одно обращение не осталось без внимания. Минувший прием глава муниципалитета проводил в конце февраля. И вот спустя месяц новая встреча с гражданами, что называется лицом к лицу. Выслушать вопросы, проявиться участие и постараться найти решение сложных проблем. Доводы, в очередной раз подтверждающие необходимость функционирования общественной приемной. Помогает нам устраивать взаимосвязь между населением и властью. Помогает определить приоритетные проблемы. Зачастую сама приемная, общественная приемная, может, не доводя до руководства, решать какие-то вопросы наболевшие и снижать именно вот эту напряженность. Поэтому я считаю, работа очень эффективна и этот отдел очень нужен для взаимодействия. 29 марта в общественную приемную обратилось 3 заявителя. Гораздо меньше, чем в предыдущих встречах. Объяснение этому факту простое. Сейчас в поселениях проводится череда сходов граждан, поэтому жители имеют возможность обратиться со своими проблемами в рамках данных мероприятий. Тем не менее, отчетный диалог получился плодотворным. Так, жительница Серьевска, проживающая по улице Северной, имеет муниципальное жилье, переданное в собственность, но не приватизированное, обратилась по поводу ремонта кровли. Глава района пообещал решить данный вопрос в ближайшее время. Житель Серьевска, проживающий по улице Революционной, пришел на прием с вопросом нарушения санитарных норм при установке мусорных контейнеров. По словам заявителя, близкое расположение линии газопровода, а также недоступность контейнеров из-за погодных условий в зимний период и ранней весной, становится причиной того, что мусор попросту разлетается по окрестностям. Вопрос контейнерных площадок, безусловно, очень важный. С учетом плотности нашей застройки, с учетом того, что когда производилась застройка, никто не учитывал никакие санитарные нормы и правила, не было генпланов, сейчас есть требования к размещению, поэтому у нас много контейнерных площадок было демонтировано, с учетом обращения опять же жителей. Есть спорные моменты, где нужно, но в любом случае мы будем наводить порядок, такие моменты мы без внимания оставлять не можем. Учитывая вышеизложенное, было принято решение либо расширить существующую контейнерную площадку, либо провести в будущем работы по благоустройству близлежащей территории. Еще один заявитель жительницы села Захаркина, ее не устроил ответ межведомственной комиссии по поводу непризнания ее дома, в котором она, к слову, не проживает с 2002 года, аварийным. Общий итог приема в целом, темы сложные, но решаемые. На все вопросы граждане получили исчерпывающие ответы и консультации. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Череда собраний граждан в сельских поселениях нашего района подошла к концу. Завершающей стала сегодняшняя встреча жителей села Сергеевск с представителями власти. Ну а накануне дороги, несанкционированные свалки, неудовлетворительную телефонную связь и многие другие проблемы обсуждались в селе Успенка. 28 марта жители сельского поселения Успенка встретились с главой поселения и администрацией муниципалитета. В здании школы состоялся традиционный сход граждан, в ходе которого присутствующие имели возможность узнать ответы на интересующие вопросы. Встреча началась с доклада главы поселения, где был приведен отчет о проделанной работе по всем поселениям, входящим в состав села Сергеевск. Была также затронута тема выборов 2016 года. Глава поселения поблагодарил жителей Успенки за активное участие в предвыборном голосовании, сообщив, что сельское поселение показало хорошую явку. Первоочередно на встрече обсудили имеющиеся на сегодняшний день проблемы. Одна из них – плохая сотовая связь, точнее, ее практически полное отсутствие. В наше время телефоны – неотъемлемая часть жизни современного человека, в которых мы нуждаемся повседневно. По данной проблеме решение было найдено. Проблемы со связью, то, что у нас здесь не берет сотовый телефон. Вот сейчас мы видим, здесь начали связисты работать, ведут сюда кабель. Надеюсь, сегодня услышим, мы приглашали их, чтобы населению дали. То есть, ну, есть ряд других многих проблем. Одной из самых волнующих для жителей стала тема несанкционированных свалок на территории поселения. По словам присутствующих, одна из причин данной проблемы – отсутствие специально отведенных мест для выброса отходов. Давайте мы с Гантом пообщаемся, где это место определить. Потому что места нет, бросать, где попал. У нас в этом году определенные средства каждый год выделяются районной администрации для того, чтобы определенное направление охватывать договорами ТБО и вывозить оттуда мусор. То есть по крупным населенным пунктам сегодня эта работа, в принципе, сделана. Успенка – самое маленькое село у нас из крупно населенных, скажем так, полно населенных пунктов. Поэтому люди живут на земле, живут в своих домах. В основном здесь нет многих этажных домов. Но есть ряд проблем, которые, в принципе, известны и в районе известны. Стоят на контроле. И у нас здесь нет водонапорной башни. То есть в программе есть она, как бы, по возможности. Она со временем, я считаю, будет установлена. Как вот в прошлом году в Боровке, скажем, вопросы были решены. То есть это проблема как бы серьезная вот в этом плане. А есть проблемы с дорогами, как во всех многих селах. То есть постепенно они тоже решаются частично. Скажем, вот два года назад было отсыпано две улицы – Партизанская, Полевая. Вот в этом году, возможно, будет их ремонт дополнительно, потому что там просела земля где-то. То есть вот проезды, проблема проездов остается по многим улицам. В течение схода граждане обсудили проблемы, задали вопросы, а также наметили планы на текущий год. Основные итоги будут подведены на следующем, более масштабном сходе в селе Сергеевск. Валентина Пликарпова, Антон Иванов, информационная служба телекомпании «Радуга-3». На территории Самарской области проводился конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, где было представлено множество работ, среди которых проект Сергеевского ДСААФ. В итоге в номинации «Спорт» он был признан лучшим. Результат – грант в размере 200 тысяч рублей, благодаря которому проект удалось воплотить в жизнь. И теперь у нас в районе функционирует лазерный тир. Конечно, данный тир не позволяет в полной мере почувствовать все процессы происходящего во время выстрела. Например, такие как отдача. Но все же он способен вполне успешно наработать у начинающего стрелка первичные навыки обращения с оружием и навыки практической стрельбы. Кроме того, это хороший тренажер для учащихся до призывного возраста в службе в армии. Результаты каждого стрелка, занимающегося в данный момент, учитываются автоматически. Идется также текущая статистика. То есть отслеживается, насколько растет стрелковое мастерство ученика. Это дает возможность в последующем скорректировать обучение. Большое удобство и в том, что по итогам соревнований автоматически формируется протокол, где учтены как командные, так и личные результаты. Ну и, конечно, безопасность стрельбы. Лазерный тер – это и требование современных условий воспитания молодежи, и требование безопасности, поскольку это абсолютно безопасный тер, в отличие от теропневматического, или тем более стрелкового тер, который использует боевое оружие. Он вообще детям недоступен, они не могут в нем заниматься. Лазерный тер полностью безопасен. Сейчас тер на постоянной основе посещают порядка 60 человек. Даниил – ученик Сергеевской школы, один из них. Как будущему защитнику Родины, ему такая стрельба очень по душе. Тем более, что занятия в ДСААФ пересекаются с вождением. Довольно даже удобно. Это очень интересно, и я понимаю, что мне потом это может пригодиться в жизни. Мне это довольно легко удается. Лазерный тер – это более современный результат развития стрелкового спорта. Дети, начиная с 7-летнего возраста, то есть с 1-го класса, здесь могут отрабатывать навыки стрельбы. Сейчас это особенно актуально в период возрождения в стране всероссийского комплекса ГТО. Вообще, тир предусматривает тренировку как для детей, так и для взрослых. То есть абсолютно любого рода тренировочные упражнения. Еще одно преимущество лазерного тира – его мобильность. Так, например, участники военно-патриотической игры «Зарница», прошедшей в Суходоле, уже отстреляли свои мишени. Надежда Щипакина, Александр Семкин, телекомпания «Радуга-3». Похоже, весна не торопится в наш регион. В последнюю неделю марта погода в Самарской области будет весьма неустойчивая. К концу недели и вовсе похолодает. По данным Приволжского гидромедцентра, ожидаются ветер, перепады атмосферного давления, осадки в виде мокрого снега. К концу рабочей недели осадки ослабеют, а температура воздуха понизится. В ночные и утренние часы на дорогах образуется гололедица, предупреждают метеорологи. В пятницу, 31 марта, днем столбики термометров покажут минус 4 градуса. Молодые специалисты общества «Самара-нефтегаз» в скором времени примут участие в кустовой научно-технической конференции, которая пройдет в городе Анапа. Одним из конкурсантов станет и наш земляк Евгений Железников, оператор пульта управления по добыче нефти и газа. Он успешно прошел отборочный этап, который проходил в Отрадном. В конце февраля этого года в городе Отрадный прошла очередная, 29-я по счету, научно-техническая конференция молодых специалистов акционерного общества «Самара-нефтегаз». В ней принимали участие около 100 работников предприятия. Ежегодный конкурс для перспективной молодежи – это не только уникальная возможность продемонстрировать свои знания, но и начать путь наверх по карьерной лестнице. Есть такая возможность, где молодые люди, получившие высшее образование, могут себя проявить. Есть ребята, которые действительно себя показывали, и сейчас они уже занимают довольно-таки хорошие должности. Впервые в научно-технической конференции принимал участие и наш земляк, житель Сельгевского района Евгений Железников, оператор пульта управления в добыче нефти и газа, цеха эксплуатации и ремонта трубопроводов номер один. Ему предстояло выступить с докладом на тему применения неметаллических труб на объектах акционерного общества «Самара-нефтегаз». Цель, которую я ставил при выполнении работы – это расширить линейку неметаллических труб уже на объектах компании, так как у «Самара-нефтегаз» уже порядка 25 лет опыт применения коррозионостойких труб. Но, к сожалению, так получилось, что сейчас «Роснефть» больше все-таки акцент делает на металлические трубы. Но то производство, про которое я описывал в своей работе «Ремаш-сервис» «Город Отрадный», оно сейчас выпускает современные трубы, которые решены недостатков, применяемых ранее на объектах компании. К своему докладу Евгений готовился самым серьезным образом. Просматривал всевозможные материалы, изучал литературу, признается, волнение чувствовал лишь непосредственно перед самим выступлением. В неделю-две я, наверное, активно готовился, то есть я это все распечатывал, дома на стене все это вывешивал и проговаривал речь, вследствие чего у меня как бы не было проблем. Выступил, как бы члены жюри отнеслись в лояльно, задали как бы так, не так уж много вопросов, но на все, в принципе, ответил, все пояснил. Доклад Евгения Железникова оставил у членов жюри благоприятное впечатление. По итогам научно-технической конференции наш молодой специалист занял третье место. Тем не менее, почивать на лаврах времени нет. Уже сейчас Евгений усиленно готовится к следующему этапу. В скором времени в городе Анапа состоится кустовая научно-техническая конференция, где соперники будут еще серьезнее. Два раза я в Самару ездил, перед главным инженером выступаем. То есть он лично слушает доклады, корректирует. Вот, то есть сейчас вот занимаемся в процессе. В нефтяной же отрасли Евгений трудится с 2015 года. Сначала работал трубопроводчиком, затем спустя полтора месяца устроился оператором пульта управления, где и работает до сих пор. Признается, работа нравится. Да и сама профессия нефтяника – это не только престиж, но и стабильность. А участие в научно-технической конференции поможет молодому специалисту открыть новые горизонты нефтяной отрасли. Дмитрий Сурков, Александр Семкин, служба новостей телеканала «Радуга-3». Специалисты управления Россельхознадзора по Самарской области продолжают проводить серию мероприятий по недопущению на прилавки губернии некачественной либо санкционной продукции. На минувшей неделе специалистами было уничтожено свыше тонны мяса говядины неизвестного происхождения. Время от времени на территорию Самарской области, как из соседних регионов, так и из других стран, пытаются провести продукты либо неизвестного происхождения, либо товар санкционный. Специалисты управления Россельхознадзора всячески препятствуют проникновению такой продукции на прилавки губернии, а также при пересечении через границу области в обоих направлениях. На минувшей неделе инспекторами было уничтожено мясо как раз неизвестного происхождения. Оно оказалось без ветеринарного сертификата Таможенного союза, да и на упаковке не было необходимой маркировки. А вот сопроводительные документы имелись, но в них было указано, что это мясо свинины, охлажденной в количестве 1400 килограмм. Однако при более детальном осмотре выяснилось, что это не свинина, а говядина, упакованная в блоки. Масса груза составила 1700 килограмм. Неизвестного происхождения оно является некачественным и опасным, и поэтому производство и в реализацию не идет. Мясо задержано и доставлено по заявлению владельца на дубоумедский утильзавод. Мясо уничтожено. Предположительно, мясо говядина. По документам мясо свинина. Продукция перевозилась на грузовике из Большечерниговского района в Республику Казахстан. Город Уральск через пропускной пункт Маштаково. Задержание осуществлялось совместно с сотрудниками ФСБ России по Оренбургской области и инспекторами Россельхознадзора. Водитель сопротивления не оказывал, сказал, что его попросили из Большой Черниговки довезти мясо до Уральска. Мясо было без маркировки, на которой нет определенных сроков годности и всех требований, которые были предусмотрены по закону. С 22 по 28 марта в дежурную часть отдела МВД России по Сергеевскому району поступило 65 заявлений и сообщений граждан о совершении различных правонарушений. В сводке зарегистрированных преступлений 1 факт незаконного хранения наркотических средств, 5 фактов кражи, 3 угрозы убийством, 1 факт оскорбления представителя власти, 1 факт применения насилия в отношении представителя власти, 1 факт мошенничества. Составлено 15 административных протоколов на граждан, допустивших правонарушений, в частности, 5 протоколов за распитие алкогольной продукции в общественном месте, 2 протокола за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 6 протоколов за курение в общественном месте, 2 протокола за несоблюдение административных ограничений. За время работы совместных патрулей с 22 по 28 марта с гражданами проведено 80 профилактических бесед. Воскресенье в городе Отрадный стартовало первенство области по мини-футболу. Участие в нем принимают команды юношей до 14 лет. Борьбу за победу ведут 14 команд, представляющие такие города, как Отрадный, Новокуйбышевск, Самара. А также муниципальные районы Серегевский, Челновешинский, Елховский, Кошкинский и Кенель-Черкасский. Наш район представлен в турнире двумя командами. Первая – 2003 года рождения, вторая – на год младше. В первом туре основная Серегевская команда выступила более чем успешно. Подшефные Вячеслава Устина сначала уверенно переиграли коллектив «Дюш» из Кенельского района со счетом 8-2, а затем отправили пять безответных мячей в ворота легионера из Кошкинского района. Младшие товарищи в первом поединке переиграли «Хвалынь» из Кенель-Черкасского района 6-0, а затем в упорной борьбе уступила «Илховчанину» 2-3. Следующие матчи пройдут 2 апреля. Продолжит выпуск новости губернии. Я передаю слово нашим областным коллегам. ЕГЭ по русскому языку сегодня досрочно пишут 106 выпускников региона. Четверо из них заканчивают школу в этом году. Отмечу, что к началу экзамена на пункт явились не все. Опаздывать теперь можно, но не более двух часов. При этом экзаменационные задания ребята должны закончить писать вместе со всеми. Последние минуты до начала экзамена выпускница одной из самарских гимназий. Арина Малеева тратит на правильный психологический настрой. Именно он, по ее мнению, поможет хорошо написать русский. Правила штудировала с репетитором целый год. Нужно просто понять, что от этого твоя жизнь только немножечко зависит и все. И спокойно прийти и сдать то, что ты можешь, то, что ты умеешь. Просто включить в свою голову и все свои знания, как бы, ну, правильно на русло направить. С будущим Арина видит себя экономистом. Артем Щербаков, напротив, грезит о небе. Отслужив год в армии, парень мечтает поступить в Сызранскую вертолетку. Решил поступить в высшее, поэтому пришлось сдавать специальные. Нужны, да, специальные русские, математика и физика. Экзаменационные задания с помощью специального ключа доступа скачивают с федерального образовательного портала. После чего распечатывают прямо в аудиториях, на глазах выпускников. Здесь же на месте все материалы будут отсканированы и сразу отправлены в центр обработки. На следующий год все пункты проведения пойдут у нас именно по такой технологии. Мы существенно сэкономим деньги на затраты транспортные и прочие разъезды. Но и самое главное, мы еще больше обеспечим безопасность экзаменационных материалов. За ходом экзамена следят сотрудники Рособорнодзора, общественные наблюдатели и камеры. По всех аудиториях экзаменационного пункта ведется видеонаблюдение. Они следят не только за учениками, но и за организаторами. Чтобы так бы не было давления на детей, чтобы они выполняли свои четкие должностные инструкции. Чтобы ЕД прошел максимально честно, объективно и прозрачно. Чтобы выпускники текущего года получили свои объективные баллы и результаты. Чтобы они поступили уже в вузы, в которые они планируют. Русские, третий по счету, предмет досрочного этапа. Уже решены задания по информатике и географии. Следующая на очереди математика. Ее выпускники напишут в эту пятницу. Алена Алешина, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Дмитрий Столяров, Новости губернии. Почти 3,5 миллиона получит Сергевский. И порядка 2 миллионов рублей будет выделено Большеглушицкому району. Среди отстающих Клявлинский, Сызранский и Пестравский. Напомню, система стимулирующих субсидий введена в 2013 году по инициативе губернатора. Эти средства муниципалитеты могут направить по своему усмотрению. На решение наиболее важных проблем. Благоустройство, ЖКХ, дороги и другие вопросы местного значения. В апреле в регионе стартуют весенние лесовосстановительные работы. Как сообщили на заседании профильной комиссии областной общественной палаты, в год экологии с зеленым насаждением станут уделять особое внимание. В работах по высадке лесов примут участие не только арендаторы, но и предприятия, общественные организации и просто неравнодушные граждане. Напомню, что в прошлом году было посажено свыше 796 гектаров лесных культур. В этом году эту цифру планируют увеличить практически вдвое. Серьезную помощь в этой работе окажут общественники региона. Десятки акций, сотни участников, тысячи высаженных саженцев, десятки гектаров восстановленных площадей и просто новых площадей, на которых проходят посадки. Это таковой итог ежегодного вклада сегодня добровольческого труда, помимо плановых заданий министерства и так далее, в решении этой задачи. На этом наш выпуск завершен. Дали прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. Удачи и до встречи. Спонсор прогноза погоды – компания микрозаймов «Фастфинанс». «Фастфинанс» помогает деньгами. Займы до 15 тысяч за 5 минут. Пенсионерам скидки. Ждем вас. Поселок Суходол, улица Куйбышева, 8. В четверг 30 марта на территории Сергийского района ожидается значительная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха 0 градусов. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%. Ветер западный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова